Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня у меня четвертая заключительная часть видео по сборке бюджетного аудио усилителя. В прошлых частях я собирал усилитель мощности на микросхеме TDA7297, предварительный усилитель с темброблоком на микросхеме LM1036N и диодный индикатор уровня сигнала на микросхеме KA2284. В этой части видео я планировал сборку блока питания с использованием трансформатора, но имеющийся у меня трансформатор не обеспечивает необходимую мощность. Даже при половинной громкости происходит сильное падение напряжения, которое не дает усилителю развить необходимую мощность. Я решил использовать в своем усилителе импульсный блок питания, который использовал при его тестировании в прошлой части видео. Ссылки на все комплектующие и в том числе на данный блок питания будут оставлены в описании под видео. В сегодняшнем видео я буду делать корпус для своего усилителя. Корпус будет изготавливаться с использованием 3D принтера. Для тех, у кого нет 3D принтера, не спешите выключать это видео. Сейчас на экране вы видите 3D принтер, который имеется у меня. Приобретал я его около двух лет назад. Стоимость его тогда составляла около 8000 рублей. В настоящее время качество и скорость печати 3D принтеров заметно улучшилось, а цена их стала ниже. Принтеры начального уровня можно приобрести по цене от 6 до 15 тысяч рублей. Сейчас на экране вы видите одну из популярных моделей. Ссылочку на данную модель я оставлю в описании под видео. Детали корпуса для своего усилителя я разработал в программе Компас 3D. Как я уже говорил в прошлой части видео, основу для корпуса я выпилил из фанеры толщиной 10 миллиметров, чтобы сэкономить пластик, а также для простоты сборки конструкции. Все остальные части корпуса я распечатал из пластика на 3D принтере. Все плоскости корпуса усилителя выполнены в виде отдельных деталей. Верхняя часть, которая выполнена в п-образной форме, склеена с помощью суперклея. В корпусе имеются все необходимые отверстия для крепления разъемов, а также органов управления. Верхняя и нижняя часть корпуса скручиваются саморезами. Как я уже говорил ранее, основание у меня выпилено из фанеры толщиной 10 миллиметров. Снизу привинчены резиновые ножки для устойчивости. На основании закреплены все платы и к нему прикреплены передние и задние панели, на котором расположены органы управления, светодиодные индикаторы, а также все разъемы. И снова я добавил за место встроенного провода питания разъем C8. Ссылочки на все разъемы, а также на ручки управления я оставлю в описании под видео. Сверху корпус закрывается вот такой п-образной крышкой, которая выполнена из отдельных элементов, но они склеены суперклеем. Здесь имеются прорези для вентиляции. Одевается это вот так и скручивается саморезами. Корпус собран. Собранный корпус выглядит таким образом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok